Павел Федорович Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве. Войну пережил вместе с семьей в эвакуации на Урале и уже после войны окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Павел Никонов – один из главных художников оттепели, плеяды мастеров, привнесших в изобразительное искусство обновление живописного языка, положившее начало суровому стилю. Хочется вообще начать с человека, с личности, с глубины личности, с какой-то энергетикой бешеной, которая в человеке есть. Она там гнездится, она прорывается посредством искусства. Вот у Никонова это изобразительное искусство. Он, конечно, невероятно сильный человек по своей внутренней энергетике. Это очевидно совершенно. Поэтому его работы, они несут вот эту информацию, эту нагрузку о его внутреннем мире, о его внутренних переживаниях, каких-то внутренних оценках окружающего. Никонов был участником знаменитой выставки «30 лет Московского союза художников» в 1962-1963 годах в Манеже, на которой его картина геологи стала одной из главных мишеней критики. Вот этот период, 50-40-е годы, нас окружало такое искусство, официальное, которое, ну, просто никак не вязалось со всем, что мы знали о том, что у нас так делается. А знали мы, было это мурмое. Ведь это не показывалось ничего. Вот мы сейчас ходили по вашему великолепному музею, потрясающему просто, я об этом обязательно скажу, немножечко покойно. И вошли в залы 20-х годов. Сейчас это все можно увидеть. А было время, когда это все было запрещено. В начале 1970-х годов художественная критика отметила начавшееся изменение в творчестве мастера, обратившегося к деревенской теме. Деревня Олексина Тверской области явилась для Павла Федоровича прибежищем и местом, где стала возможна смена творческих ориентиров. В 2020 году Павлу Федоровичу исполнилось 90 лет, но он остается активным участником текущего художественного процесса, пребывает в непрестанном развитии и поиске. Выставка «Живопись наблюдений», посвященная 90-летию Павла Никонова, состоялась в выставочных залах Российской академии художеств в Москве. Она объединила около сотни полотен, созданных автором за последние 20 лет. Часть работ с этой выставки, более 30 произведений живописи и графики, впервые экспонируются в залах Рязанского художественного музея. Выставка будет работать до 1 августа 2021 года. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».